МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жителям Нижегородской области снова нужно мобилизоваться и дисциплинироваться. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в своем аккаунте в Инстаграм. Глава региона анонсировал изменения в указе о режиме повышенной готовности, который вносит из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Глобальных новшеств нет. Возобновляется режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, беременных и больных хроническими заболеваниями. Больничный лист они могут получить с 12 октября. Работодатели просят перевести всех офисных сотрудников на удаленку, нормативы пока не устанавливаются. Также предприятия должны продумать разное время начала рабочего дня, чтобы сотрудники приходили и ехали на работу в транспорте в разное время. Глеб Никитин отметил, что за неделю количество ковидных коек в стационарах увеличилось на треть. До 3 150. Появилось много сложных пациентов. Коронавирус накладывается на грипп. Вернули плановую медицину, больницы заполняются, отметил глава региона. Если в парикмахерских кафе на предприятиях будут нарушать санитарные правила, придется точечно их закрывать. Также он напомнил, что в магазинах и общественных местах нужно всегда быть в маске. Надевая ее только на кассе, вы никому не помогаете, добавил Глеб Никитин. Все эти не должны пускать в зал без масок. За нарушение будем штрафовать. По словам Глеба Никитин, автобус не должен ехать, если в салоне пассажиры без маски. За нарушение будут привлекать к ответственности транспортные организации. Минтрансу поручено проработать возможность предоставления бесплатных масок в транспорте для пожилых. «Мы должны сплотиться и защитить себя, близких и окружающих. Будут усилены проверки и соблюдение правил санитарной безопасности. Меры работают, они не бесполезны. По данным Минздрава, более 90% вновь заболевших пренебрегли маской», – заключил Глеб Никитин. Также губернатор ответил на вопросы подписчиков о возвращении QR-кодов на выход из дома и досрочных каникулах в школах. Таких планов пока нет, – сообщил Никитин. Кроме того, он отметил, что массовую вакцинацию от ковида жители области планируют начать в начале следующего года. За минувшие сутки в России выявили еще 11 493 новых случаев заражения. Из них в Нижегородской области – 234. В Сарове коронавирусом заболели еще 68 человек. Из тех, кто госпитализирован, 39 находятся в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом. Вместе с новым всплеском заболеваемости коронавирусом активизировались и другие острые респираторные вирусные инфекции. В Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ уже 83 класса. Готовы лесоровские аптеки к возможному повышению спроса на противовирусные препараты, выясняла наша съемочная группа. Осень – это время, когда иммунитет падает и болезни пробивают себе дорогу к ослабевшему организму. К тому же в сентябре дети идут в школу и в детские сады, где активно обмениваются вирусами. В этом году к привычному набору инфекций добавился и COVID-19. И все больше и больше людей идут в аптеки, чтобы купить что-то для профилактики. Помня бум на лекарство, которое было этой весной, аптеки Сарова заранее подготовились к наплыву покупателей и завезли все необходимое. Мы полностью обеспечены всем необходимым. Это противовирусные препараты. Мы обеспечены на 100 практически процентов. Если чего-то нет из препаратов конкретно, есть другое, мы заменим, мы предложим что-то другое и для профилактики, и для лечения. Как говорят фармацевты, за последнюю неделю покупателей действительно стало больше. В основном идут за масками, антисептиками и противовирусными препаратами. За безопасностью следят во всех аптеках. Здесь мы обрабатываем три раза в день, закрываемся на обработку, маски, перчатки, обязательно антисептики. То есть все это, полтора метра дистанция, как и везде. Что касается разрекламированных российских препаратов от коронавируса, их пока можно найти не в каждой аптеке. Однако и спроса со стороны саровчан на него нет. Новые лекарства стоят около 12 тысяч рублей, а его эффективности медики до сих пор спорят. Екатерина Пенова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей СРОВ24. 12 октября с 8 до 12 часов не будет холодной воды в домах по улицам Балыковской, Мостовой и Дорожной. Как сообщает Горводоканал, это связано с ремонтными работами. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Работникам социальных учреждений, в частности интернатов для пожилых и инвалидов, продлят выплаты до 15 ноября за особые условия труда в период коронавируса. Суммы выплат при этом увеличатся почти на 3 миллиарда рублей, говорится в проекте распоряжения правительства, разработанном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. С 1 октября стартует городской конкурс «Доброволец Сарова-2020». Организаторами выступили молодежный центр и муниципально-ресурсный добровольческий центр. Лучших саровщан и объединения, которые не остаются равнодушными к чужой беде, регулярно помогают городу и его жителям, будут выбирать по пяти номинациям. Участникам необходимо провести волонтерскую акцию и подготовить презентацию «Я доброволец». Заявки и конкурсные работы принимают до 15 ноября. Специальное управление Федеральной пожарной службы номер 4 МЧС России ведет набор кандидатов для поступления в Ивановскую пожарно-спасательную академию МЧС России. Образование бесплатное, высшее, очная форма обучения. По окончании учебного заведения дальнейшее прохождение службы в пожарной охране города Саров. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-46-00-9-46-06. С 19 по 30 октября пройдет второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В период действия акции будут организованы горячие линии, по которым можно сообщить о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также задать вопросы по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых лиц. Телефоны горячих линий в Сарове 7-56-36 и 6-05-04. Среди взрослого населения нашего города незначительно превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу, но пока ситуация спокойная. Как защищаются от инфекции саровчане, выясняла наша съемочная группа. ОРВИ – самая обширная группа инфекции, передающаяся воздушно-капельным путем. По данным ВОЗ, ежегодно их переносит каждый пятый ребенок и каждый десятый взрослый. Болезнь вызывает более 250 вирусов. Как справиться с осенним недугом, пойдемте спросим у саровчан. Что нужно сделать, чтобы не заболеть ОРВИ? Носить маску, прививка. А если вот заболел уже, что? Может быть, что-то попить нужно? Мед, чай? Да, конечно, пазильный режим. Мед, чай. Ну и трафонадим, наверное, если при температуре. Про ОРВИ ничего сказать не могу. Я лет 20 не прививаюсь от ОРВИ. У меня его не бывает никогда. То есть у вас иммунитет здоровый, да? Черт. Не знаю. Наверное. Маски носить и меньше гулять, ходить дома, сидеть. Здоровый образ жизни. Ну, гигиена. Я думаю, что это основное. Проветривать помещение, чтобы было чисто, чтобы мыть руки. Ну, мы иногда принимаем пергу. Есть такая, ну, как она, цветочная пчелиная такая пыльца. Вот. И даже, не знаю, побольше гулять, на самом деле, воздух, он все равно здоравливает. Побольше прогулок закаляться. И можно даже есть мороженое, оно тоже закаляет горло. Для того, чтобы спастить от ОРВИ, надо соблюдать элементарные правила. В общественных местах ходить в масках, мыть руки и чистить зубы. Ну, как спастись нужно? Чаще мыть руки, дезинфекция, маска в общественных местах. Это то, что я делаю с ребенком. Но если заболел, в первую очередь, обратиться к врачу, самолечением не заниматься. Стандартные меры, мне кажется, все их знают. Надеюсь, соблюдают. Спортом заниматься. А еще больше на улице быть, закаляться. Я вот, фу-фу-фу, гриппом не болела ни разу. Я считаю, что, чтобы не заболеть, нужно держать дистанцию, носить маски и дезинфицировать руки и поверхности, к которым прикасаемся. Если уже заболел, нужно лечиться, не заниматься самолечением, обратиться к специалистам, то есть к врачам. Надеваться, естественно, нужно тепло, не открыто. Ну, не по-летнему, естественно. Надо пить, наверное, больше теплого. Ну, и пить разные витамины для иммунитета. Если вы заболели ОРВИНИ, занимайтесь самолечением, лучше обратитесь к врачам. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Видеть мир во всей красе. Ежегодно во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения. Праздник посвящен проблеме слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей, страдающих от этих заболеваний. О том, как сохранить здоровье глаз и профилактики слепоты, расскажем в следующем репортаже. Документы, страницы книг, экран компьютера, смартфона или телевизора. Наши глаза ежедневно подвергаются колоссальной нагрузке. А это не может не сказаться на качестве зрения. Идет нагрузка на мышцу, которая находится внутри глаза. Она находится в состоянии работы. Во время того, в то время, когда мы смотрим на предметы, расположенные вблизи, сей приспособительный акт называется аккомодация. С возрастом снижается сократительная способность аккомодационной мышцы. Поэтому во время чтения, работы за компьютером или с мелкими деталями, некоторые могут замечать переутомляемость, боль в глазных яблоках, давление, головную боль. В таком случае необходимо носить очки. Достаточно большое количество людей относится негативно к этому. Потому что имеют, так скажем, псевдоинформацию из интернета, от своих знакомых, о том, что это вредно и это приводит к ухудшению зрения. Это неправильно. Значит, это нормальные, естественные физиологические изменения организма, которые прогрессируют. Люди, которые много работают с электронными мониторами и документами, должны делать перерывы, соблюдать безопасное расстояние от экранов и бумаг. Чтобы хорошо видеть, нужно тренировать глазные мышцы. В качестве примера приведу. Если вы возьмете стул и на вытянутых руках его будете держать, руки у вас через пять минут отвалятся. А если вы будете его поднимать и опускать, то вы это можете делать достаточно долгое время, без усталости. То же самое и здесь. То есть упражнение очень простое, самое главное бесплатное. То есть это концентрация на предмете вблизи и резкая концентрация на предмете вдали. Идет разгрузка аккоммуляционной мышцы и снимается усталость с зрительного анализатора. Многие рано или поздно сталкиваются с проблемами зрения. Витамины и БАДы вряд ли станут хорошей профилактикой. Врачи советуют есть больше фруктов и овощей. В них содержатся все необходимые зрению микроэлементы. Вести здоровый образ жизни, беречь глаза от прямого солнечного света и регулярно делать упражнения. В случае проблем – обращаться к специалистам и не заниматься самолечением. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Владимир Жириновский предложил Владимиру Путину снизить возраст для голосования до 16 лет. Иная бабушка или дедушка в 80-90 лет уже плохо соображает, но голосует. Ей говорят, вот тут галочку поставьте, она ставит. А молодежь в 16 лет уже зарабатывает, бывает больше своих родителей. Но голосовать не может, передает РИА Новости слова Жириновского. В группах «Канал-16» мы спросили соровчан, согласны ли они с этой инициативой. Большинство опрошенных, 46%, не согласны с ней. Чуть меньше выбрали вариант «Да». Безразличны к этому вопросу 11% респондентов. В школе номер 5 появился собственный плац с разметкой. Его будут использовать для занятий строевой подготовкой. Активное участие в его обустройстве принимали ребята из военно-спортивного отряда «Барс». Подробности далее. Равняйсь. Смирно. За мной строевым шагом. Марс. В чекане шаг по новому плацу маршируют воспитанники военно-спортивного отряда «Барс». Ребята своими руками нанесли специальную разметку. Квадраты помогут юным армейцам в строевой подготовке. То определенное расстояние квадратов, которое нарисовано, оно непосредственно помогает новобранцу выставить определенную, как раз выдержать то расстояние, которое необходимо. Для того, чтобы в дальнейшем при движении, например, в составе колонны, должно соблюдаться определенное количество шагов, определенный такт этих шагов. Чтобы нанести разметку, ребятам потребовался день. За основу юные армейцы взяли специальный макет из устава Вооруженных сил Российской Федерации и по рисунку наметили линии. По словам командира военно-спортивного отряда Марии Головиной, занятие на плацу – это отличная возможность отработать не только строевой шаг, но и отмашку рук. Когда стоишь в центре, то видно, как все идут. При наборе интервал-дистанции как раз видно, кто сбивается, кто нет. И для новичков это как раз очень хорошо. Ну, можно, в принципе, и так, но плац намного удобнее и делает нашу работу качественной. В планах у воспитанников отряда доработать площадку, оборудовать на ней места для отработки способов передвижения на поле боя и действий личного состава. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Екатерина Опенова.